МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снять квартиру у государства. В России начинается формирование арендного фонда жилья. Чистую воду в краны, продукты очистки в клумбы. На Чебоксарском водоканале открыли комплекс по переработке осадка. Было, стало. В Чувашии выросли тарифы на коммунальные услуги. Уровень заработка не позволяет купить квартиру по рыночной цене, но зато является достаточным, чтобы вам отказали в господдержке по различным программам. В такой ситуации сейчас многие россияне. О том, как государство может помочь решить квартирный вопрос таким гражданам, прямо сейчас. Не менее 4 миллионов семей в России снимают квартиры из-за невозможности их купить. Это только официальные данные. Между тем, среди знаменитых майских указов Владимира Путина есть указ о мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг. Согласно ему, еще до января 2013 года правительство должно было обеспечить формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, которые имеют невысокий уровень дохода. Итак, указ есть, а реализации пока, увы, нет. Однако летом 2014 года в силу вступил закон о некоммерческом найме. Согласно ему, в России должны появиться наемные дома, в которых можно будет недорого снять квартиру государства. В рамках реализации данного указа предстоит действительно большая работа, потому что необходимо будет с нуля начинать формировать новый вид жилищного фонда. В том числе, наверное, будут рассматриваться вопросы и по привлечению как коммерческих организаций в эту работу, то такие органы в местном управлении и органы исполнительной власти Чувакской республики. В отличие от подобных программ предыдущих лет, получить жилье в данном жилом фонде смогут не только малоимущие или, например, бюджетники. Необходимо подтвердить нуждаемость в жилье, а уровень дохода должен быть таким, чтобы, с одной стороны, вас не могли признать малоимущим и претендующим на жилье по социальному найму, с другой стороны, вы не можете купить квартиру по рыночным ценам даже с помощью льготных кредитов. Реализация закона идет туго. На дворе лета 2016-го регионы еще только разрабатывают соответствующие нормативно-правовые акты. Чуваша, кстати, среди 10 субъектов страны, где эта работа налажена. Впрочем, как будет происходить переход от бумаги к реальности, специалисты пока ответить не могут. Непонятно, за чей счет банкет? Основной вопрос, в любом случае, как была озвучена и на Совете Федерации, основная проблема, наверное, как и у всех субъектов, это наличие источников финансирования. Понятно, что бюджеты субъектов, наверное, не могут такой объем обязательств взять. В любом случае, здесь нужно привлекать и коммерческие организации, но для этого мы понимаем, что необходимо создавать какие-то льготные условия. Интерес инвесторов к строительству арендного жилья низкий из-за небольшой доходности и длительных сроков окупаемости. Если у коммерческой организации первое – это извлечение прибыли, то деньги, вложенные в производство дома, должны вернуться с прибылью. То есть в определенный какой-то промежуток времени, так сказать, цикл производственный. То есть это 2-3 года максимально. И для того, чтобы построить дом, строитель уже, любая компания уже просчитывает, как говорится, сколько они получат от строительства, учитывает себестоимость квадратного метра, которая как раз сложится и земельный участок, и кредитование, строитель монтажной работы, присоединение, все эти сетевые сети и так далее. По арендному жилью, поэтому тут, получается, тот, кто построит и будет сдавать в аренду, он будет получать какую-то там минимальную прибыль или компенсацию в виде арендной платы. То есть в итоге деньги будут заморожены. Поэтому коммерческий разрез, который работает на то, на извлечение просто прибыли, как говорится, из построения коммерческих жилья и реализации, им это невыгодно. Но ипотечная корпорация, являясь как бы госкомпанией Чувашской республики, и которая основная цель не получения, не извлечения прибыли, но еще социальная нагрузка, мы поэтому и будем реализовывать этот проект. Эксперты считают, сделать строительство домов с квартирами в аренду выгодным помогут такие меры, как специальные условия налогообложения застройщиков, предоставление земельных участков заготовой инфраструктуры и льготные условия кредитования. Так или иначе, в Чебоксарах первые дома фонда арендного жилья должны появиться в 2017 году. Вода отдельно, мусор, тина и ракушки отдельно. То, что течет из кранов чебоксарцев, значительно отличается от того, что в Волге. Очистка обходится не дешево, как бюджету, так и экологии. Впрочем, что касается последней, то ситуация должна улучшиться. На водоканале открыли комплекс по переработке осадка. К съемке 2013 года. Вот этот мутный ручеек с различными примесями и химикатами впадает прямиком в Волгу. Ниже по течению как раз располагаются три городских пляжа. Так горожанам окружающей среде приходится расплачиваться за чистую воду из крана. До недавнего времени все, что оставалось после очистки волжской воды, так называемый осадок, выбрасывался обратно в реку. Вместе с промывными водами утекали не только грязь, но и деньги. За вред экологии водоканалу приходится платить миллионные штрафы, которые в свою очередь отражаются на тарифах, а значит и на кошельках граждан. Специалисты придумали, как решить эту проблему. Еще три года назад на водоканале столицы Чувашии был готов проект комплекса по переработке осадка. Сейчас он воплотился в жизнь. То, что остается после очистки воды, будет перерабатываться в обезвоженный ил, который можно будет использовать в благоустройстве города. Весь тот осадок, который будет брикетирован и использован будет в городском хозяйстве, в сельскохозяйственном производстве. Зеленстрой мы планируем будет использовать в теплицах своих, питомнике, ну и на наших городских улицах. На реализацию проекта из федерального бюджета было выделено порядка 300 миллионов рублей. Подрядчики отмечают, что в республике подобные объекты не возводил еще никто. Мы семь раз переработали проект, проектировщики работали, и мы сами засучили рукава. Наши чувашские проектировщики, питерские проектировщики в итоге дали вот такой результат. Результат, я уверен, хороший получился. В рамках реализации проекта по займу, по Международному банку реконструкции и развития, Чувашская республика в настоящее время выполняет все взятые на себя обязательства, действует в соответствии с заключенным контрактом. Пока у Министерства строительства, но я и буду, думаю, что и в ближайшее время, и до завершения этого проекта не будет никаких нареканий. Представители водоканала отметили, новые технологии стоимость воды для горожан не поднимут. Хоть и не из-за новых технологий, а тарифы на коммунальные услуги, а в Чувашии, как и в большинстве российских регионов, с 1 июля выросли. Напомню, по решению правительства Российской Федерации они могут изменяться не чаще, одного раза в год и в пределах, установленных для каждого субъекта. О том, сколько придется платить с 1 июля этого года, далее. Тарифы на тепловую энергию повысились на 6,5%. Городское население будет платить за электроэнергию 2 рубля 98 копеек за 1 киловатт, сельская 2 рубля 9 копеек. Цена природного газа выросла на 13 копеек и составит 5 с небольшим рублей. Тарифы на тепловую энергию, питьевую и горячую воду, водоотведение устанавливаются по решению местных органов власти. С 2016 года законодательно изменен подход к тарифному регулированию. Если в предыдущие годы правительством и Федеральной службой по тарифам устанавливались предельные индексы изменений тарифов на услуги водоснабжения, водоотведение, теплоснабжение, то с этого года это ограничение снято. Остается ограничение в рамках предельных индексов только услуга электроснабжения. И таким образом есть один индекс, индекс изменения совокупных платных граждан, в рамках которого мы сегодня устанавливаем все тарифы на коммунальные услуги. В тарифы заложены и инвестиционные программы предприятий, обеспечивающих жителей теплом, водой, энергией. Поэтому в некоторых муниципалитетах, таких как Новочебоксарск, Чебоксаро-Лапсарское, сельское поселение Канаж, Шумерля, тарифы будут чуть выше, чем в среднем по республике. Вслед за увеличением тарифов вырастут и республиканские стандарты расчета субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Гражданам, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг составляют более 22% совокупного дохода семьи, предоставляются субсидии. Субсидии назначаются сроком на 6 месяцев, предоставляются из средств республиканского бюджета Чувашской республики. В 2016 году на данную выплату предусмотрено в бюджете республики 246 миллионов рублей, однако на 1 июня израсходовано уже 125 миллионов рублей или 50,8%. Для сравнения скажу, что в прошлом году, в 2015 году, на данную меру соцподдержки было выплачено 206 миллионов рублей, то есть в текущем году предусмотрено на 20% больше. Государственная жилищная инспекция ведет постоянный мониторинг платы за коммунальные услуги. Жалобы на неправильное применение тарифов поступают довольно часто. С начала 2016 года поступило более 1600 обращений. Естественно, все эти обращения рассматриваются, по многим из них проводятся проверки. Впрочем, лишь половина жалоб обоснована. Нередко люди, сравнивая квитанции за декабрь старого года и январь нового, не принимают во внимание увеличение потребления электро- и тепловой энергии. Проще говоря, если бы они использовали ровно столько же ресурсов, как и месяц назад, цифры были бы те же, ведь сам тариф не изменился. Это была программа «Вектор комфорта». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова